Международный фестиваль «Робофинист» Битвы роботов развернулись сразу на трех площадках спорткомплекса «Метар». По сравнению с прошлым годом число участников выросло в семь раз. В этом году мы видим кратное увеличение участников. В последнее время с прошлым годом их заявилось двое больше. И сегодня мы собрали практически 121 команду и около 300 детей. С самого разного возраста, от 5 до 18 лет, которые увлекаются робототехникой. В принципе, каждый ребенок, начинающий это или профессиональный, условно говоря, уже спортсмен, он может выбрать ту номинацию, где ему будет комфортно и удобно участвовать. Прохождение трасс – классический вид состязаний на фестивале. На колесах или рабоногах, через лабиринт или в эстафете. Главное здесь пройти полосу за минимальное время и выполнить как можно больше поставленных задач. Спортсмены из МИА со Степой и Дашей самым сложным для себя считают этап программирования. Ведь по душе ребятам больше конструкторское дело. Мы участвуем в эстафете, они должны ездить по полю и передавать грузы. Мне, например, нравится конструировать роботов. Ну, программировать так. Как и в большом спорте, зрители здесь ликовали, переживали и болели. На площадке парных состязаний роботы играли в футбол, собирали шайбы и выбивали соперников с поля. Парные игровые виды спорта, они всегда зрелищные. Там накал страстей, в финале очень прям атмосфера чувствуется, что у детей и у взрослых эмоциональный уровень зашкаливает. Иногда они взрываются, иногда они плачут. Но в любом случае их приполняют эмоции. В конечном итоге они получают уйму удовольствия. И зритель, который за это наблюдает, тоже. За пультом управления – пятиклассница София и Лиана. Девочки занимаются танцами, гимнастикой, пением и даже играют в футбол. Футболистами они решили сделать и своих роботов. А знания правил игры на травяном поле помогают спортсменкам побеждать и в робототехнических соревнованиях. Мы первые соревнования, которые ездили, были по футболу. Да, и мы там заняли первое место. И мы решили, что нужно еще раз ездить. Если мы здесь займем какое-то призовое место, значит еще куда-то. И показать свой результат. Горыны Чиспанчбобус. Иначе – снегоплавильная установка и роботизированный парковщик кораблей. В творческой категории за сказочными названиями скрывались серьезные проекты для промышленных предприятий. Задачей этих ребят было рассказать про уникальность своих моделей и ответить на вопросы судейской комиссии. У нас робот Чиспанчбобус. Он помогает параллельной парковке в порту кораблей. Уникально то, что оно роботизировано. То есть без участия особо человека. Человеку надо только сигнал подать, чтобы припарковать. Узнает от первого до стены и до второго от стены. И из большего учитает меньшее расстояние. И если вот это расстояние, которое мы узнали, как корабль, то больше, чем корабль или ровно, то он паркует. Это производственная линия по производству гайк для музея МК Медис. Это нагревательная печь. Она расположена на конвейере и осуществляет нагрев металла до заданной температуры. Далее идет штамповка пресс. Пресс штампует заготовку, чтобы блин был не такой толстый. Дальше идет все на фрезеровку. Срезают углы гайки. И дальше идет омывка химическими элементами. Плюс вода. Мы хотим дать музеям МК Медис, чтобы люди смотрели, представляли, как это все работает, как экспонат. Критериев было много. Критерии были как актуальность, как исследование ребят. Также мы смотрели на техническую часть. То есть существует ли обратная связь между тем, что робот делает, и между тем, что робот видит с датчиков. Победители робофиниста уже этой осенью отправятся в Санкт-Петербург. Защищать честь региона на международном уровне. А будущие абитуриенты получат еще и дополнительные баллы КИГ.